Андрей, ну сложнее всего Германии отказаться от российского газа. Его доля в прошлом году составляла 55% на немецком рынке. Это примерно 50 миллиардов кубометров. Это примерно сравнимо с мощностью северного потока. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек судорожно искал альтернативу. В том числе пытался договориться с Катаром, который, как известно, крупный экспортер газа. И вот сейчас Катар говорит, что он хотел бы, судя по всему, заключить договор на каких-то своих особых условиях, менее выгодных для Германии. Что происходит и что может сделать Германия? Ну, происходит прощупывание почвы, потому что готовятся визиты эмира Катара в европейские страны, Германия, Великобритания, видимо, в какие-то еще и в Иран. Это будет явно газовая поездка. И в преддверии этой газовой поездки пробные шары запускаются, и агентству Рейтер высказываются некие, так сказать, мысли, что, возможно, станет предметом переговоров. Значит, там два момента. Первое. Якобы, пока это никто официально из Катара не подтверждал, Катар требует от Германии, чтобы она отказалась от принципа передачи или возможности передачи получаемого газа другим. Или перепродажи. Ну, естественно, перепродажи, да. Я это имею в виду, я чисто логистически. Ну, это Катар может сразу забыть, потому что краеугольный камень внутреннего газового рынка Европы – это возможность перетекания газа с одного национального рынка на другой. У «Газпрома» подобные требования были в договорах с восточноевропейскими странами в начале десятых годов, то есть около десяти лет назад. Потом Евросоюз жестко поставил вопрос, их отменил. «Газпром» согласился. Зачем Германии соглашаться и Евросоюз соглашаться, если не сами судорожно, как ты выражаешься, строят интерконнекторы, то есть только что ввели между Польшей и Литвой, собираются сейчас, введут между Грецией и Болгарией. То есть это краеугольный принцип Европы, то есть это мы отметаем. Второе. Катар хочет якобы долгий, длительный, на 20 лет. Это тоже мы знаем по «Газпрому», «Газпромовский посыл». В принципе, можно понять производителя, он вкладывается в расширение инфраструктуры, ему хочется иметь гарантированный сбыт. Проблема тут даже не в том, что Евросоюз против долгосрочных контрактов. В сложной ситуации можно было бы согласиться. Якобы Катар требует 20 лет. А что такое 20 лет? Это значит 2042-й, 2043-й. А Евросоюз к 45-му году, Германия, хочет достичь климатической нейтральности. То есть практически полностью отказаться от ископаемых энергоносителей и свести их к минимуму. Такие договоры полностью противоречат стратегической направленности ЕС. Поэтому я сомневаюсь, что Катар с этими двумя требованиями как-то пройдет. Катар не самая демократическая страна, вернее, совсем не демократическая страна. И отказываясь от российского газа, Германия попала бы, если она купит сейчас газ из Катар, она попадает в зависимости от другого, недемократического поставщика. Есть ли вообще смысл менять одного демократического поставщика на другого? Вернее, даже зависимость от одного поставщика на зависимость от другого? Этот вопрос активно обсуждался в марте, когда министр экономики Германии Роберт Хаббек как раз летал в Доху, в столицу Катара. Тут надо разделять краткосрочные и среднесрочные перспективы. Газ Германии и Европе нужен к следующей зиме. Катар уже тогда дал понять, что лишних больших объемов у них нет. Они предлагают долгосрочное сотрудничество. Хаббек согласился, да, давайте долгосрочное сотрудничество. Но уже через 2-3 года ситуация изменится, потому что Катар сейчас вкладывает огромные деньги в освоение самого крупного в мире газового месторождения. Это Персидский залив. Он называется Южный Парс, это иранская часть. А южнее, такой парадокс географии, южнее Нордфильд, северное. Вот для Катара оно северное, а для Ирана южное. Кстати, да, Эмир сейчас тоже и в Иран поедет. Так вот, к концу 25-го и к концу 27-го года Катар введет новые мощности. И у Катара появятся значительно больше объема газа, который ему надо продавать. И в этом смысле Евросоюзу надо додержаться 2-3 года, и после этого уже сам Катар будет скорее искать рынки сбыта и, наверное, будет готов активнее сотрудничать со спотовым рынком. А в настоящее время уступать этой авторитарной стране, как долго уступали России, нет смысла, если Катар не решит проблему предстоящей зимы. Значит, будут решать в Европе, и особенно в Германии, без Катара. Но какие есть еще альтернативы? На самом деле в мире бум производства жиженого газа. Его производят сейчас на всех континентах, кроме Антарктиды. Его производят, например, в Австралии. Более того, Австралия в прошлом году мировой лидер по производству. Его производят в Южной Америке. Мало кто знает государство Тринидад и Табага. Ну, а тот, кто знает, может быть, не знает, что Тринидад и Табага еще недавно входил в десятку крупнейших экспортеров жиженного газа. Африка. Причем это сейчас новые страны. Ангола, Мозамбик, может быть, Республика Конго. Но это старые производители. С 64-го года Алжир производит жиженный газ. И есть Восточное Средиземноморье. Там очень интересные проекты. А именно, у Египта есть два недозагруженных завода по сжижению газа. А у Израиля есть месторождение Левиафан. И пока идут разговоры о том, чтобы строить какую-то трубу в Европу, которая, может быть, и не будет построена. Израиль одну трубу в Египет уже построил, а вторую строит. Или, во всяком случае, этот проект обсуждается. И Египет построил или строит трубу к этим двум заводам. То есть, в обозримом будущем, в очень скором, тот же Египет через Средиземное море будет возить в Европу жиженный газ. И таких проектов в разных частях мира довольно много. Но это все перспективы на ближайшие годы. А газ может прекратить идти в Германию уже сейчас. Если он сейчас в этих сложных условиях прекратит, либо Россия его перекроет, либо Евросоюз все-таки решится на эмбарго, и Германии придется, или она решит присоединиться к этому эмбарго, насколько будет сильным удар для немецкой экономики? Насколько я понимаю ситуацию, эмбарго на газ в Европе не будет. Будет эмбарго на нефть. То есть, отключение газа возможно только с одной стороны, со стороны России. Но пойдет ли Россия в ситуации, когда она лишается в течение года, то есть к концу этого года лишается европейского рынка, в основном главных стран, там Венгрию, Словакию, Чехию еще будут снабжать, там Болгарию. Но основных рынков лишаться. Захочет ли Россия отключать газ еще, то есть еще и газ, чтобы лишить себя не только нефтяных, но и газовых доходов? Тут большой вопрос. Тем более, что нефть можно отправить в Индию, в условную, а газ с месторождений в Западной Сибири никуда, кроме как в Европу или в Турцию, отправить невозможно. Чисто технически, потому что все трубы идут туда. Ты уже сказал про грядущий эмбарго на российскую нефть. Эту новость с тревогой восприняли в немецком Швете на Одере, где находится нефтеперерабатывающий завод, который, как известно, зависит от нефтепровода Дружба. Так вот, тот же самый министр экономики Роберт Хаби как раз в понедельник заявил, что мы ищем нефть, чтобы этот завод продолжал работать. Как можно вообще быстро найти замену российской нефти для завода, который зависел от российской трубы? Значит, Германия поддерживает эмбарго в течение шести месяцев отказаться от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев от нефтепродуктов. Проблема сейчас сфокусировалась только на одном НПЗ, вот именно на НПЗ Швете. Все остальные НПЗ проблемы свои решают или решат в ближайшие месяцы. НПЗ в Швете полностью зависит от поставок нефти по нефтепроводу Дружба. Это один аспект. Второй НПЗ в Швете принадлежит Роснефти. Поэтому трудно предположить, что когда в Германии вместе с Евросоюзом скажут, мы включаем эмбарго, Роснефть как российская государственная компания скажет, мы поддерживаем эти санкции и не будем больше брать нефти из России. Значит, надо решить одну юридическую проблему, а именно, как изменить структуру собственности. Тут разные варианты, об этом Хабек, встретившись с трудовым коллективом, вот в понедельник говорил, либо продать каким-то другим фирмам или какой-то другой фирме, либо взять под государственное попечительство, либо конфисковать. Ну, национализировать с компенсацией, естественно, да, это не большевистская конфискация. Соответствующий закон сейчас проходит парламентскую процедуру, в июне он будет готов. То есть, эту проблему решить юридически. Можно, и она уже решается. Вторая проблема, где взять сырье. Хабек уже объявил, что для этого будут выделены мощности стратегических запасов нефти Германии. Эти мощности находятся в Вильгайнсхафене, главный нефтяной порт на Северном море. Танкерами будут возить по Кильскому каналу между Северным и Балтийским морем в Росток. Это Балтийский порт. И оттуда там труба есть. Качать в Швед. Проблема. В Ростоке может не хватить приемных мощностей. Значит, надо их быстро будет создавать. Труба из Ростока в Швед обеспечивает примерно 2,3-70% мощности Шведа. И вот, собственно, тут возникает вопрос, как хотя бы в ближайшие месяцы после введения эмбарго обеспечить нефтью Швед. В Швете боятся, что будет сокращение мощностей, производства и, соответственно, сокращение штата, увольнение людей. Но для Германии это не просто один завод. Это тот завод, который снабжает бензином столицу Берлин, берлинский аэропорт Берр и значительную часть Восточной Германии. То есть будут приложены максимальные усилия, чтобы обеспечить сырьем, в том числе, в частности, через порт Гданьска и ту же кусочек той же Дружбы, чтобы Швед работал. Но то, что Швед и дальше будет работать, тут сигнал из Берлина совершенно очевидный. А закрытие этого завода речи не идет. Продолжение следует...